Уронили в последний путь. Похоронный скандал в Заволжье. Там во время погребения гроб уронили в могилу. Анатолий Беляев скончался в 49 лет. Сердечный приступ. Родственники говорят, что никаких ритуальщиков не вызывали. Они сами появились неожиданно. За свои услуги попросили 60 тысяч рублей. Сказали, все будет хорошо. Но похороны превратились в какой-то фильм ужасов. Во время погребения гроб с Анатолием Беляевым рухнул в могилу. Да так, что, по мнению родственников, у усопшего даже сломалась нога. Для всей семьи и близких Анатолия Беляева это стало настоящим шоком. Я знала, что мой золотой так будет. Поверьте, это надо было только видеть. И вот у него ноги вылезли из этого из гроба. Вот так вот правую ногу. Они ему туда заделали, а эта левая нога у него аж хрустнула. И вот то, что там было в гробе, вот это вот покрывало, все вылетело. И так и оставили в этой могиле все. Они туда ничего не положили. Заколотить там ничего нет. Ну ничего не получилось просто не заколотить, ничего. Как вот был открыт гроб, как развалилось все, так и все закопали. Его мать вот здесь вот стояла, она прямо вереска верещала. Мы все вереску верещаем. Она прямо верещала. Она прямо верещала. Вот честно. Я потом дочку, вот когда вот это вот все произошло, она вообще, у нее тахикардия. Не дай бог, вот что бы случилось, я бы вообще не знаю, что я бы там сделала. Я бы закопала его в эту же могилу, мне кажется. Вот честное слово. Мы ее на шатырем уже отпаивали. Ну вот, чтобы что-то как-то. Ее вот так вот трясло все. Я вообще подобного не видела. Я и не на многих похоронах была, но подобного вообще я вообще даже не представляла, как такое вообще может быть. Гроб – это последний дом ушедшего от нас человека. И все тепло, что мы, когда мы с ним прощали, все тепло, которое мы ему отдали перед тем, как закопать его могилу, оно все ушло, улетучилось через эту щель, потому что гроб просто раскрылся. Все осталось, все осталось просто в могиле. Минуты две просто все были в шоке, постояли, ну а что стоять, закапывать надо. Я первой подошла, бросила землю. И когда он вылез с могилы, когда он, ну, он просто повернулся к нам, к родным, и сказал, ну что такого случилось, ничего страшного не случилось. Для него это не страшно, я не знаю, может у них это в порядке вещей так. Вот от этого копчика было очень сильно пахло алкоголем, и у него на сиденье лежала чакушка водки. Этот вот молодой человек, вот этот, который был пьяный, он вот здесь вот пил пиво, сидел. Мы были там, а он вот здесь вот сидел пил пиво. У него была железная банка. Ну и был бы он трезвый, может быть, все бы нормально было. Девушка, которая представилась заместителем директора, написала моей маме, что мы лжем, то есть такого не было. О том, что она говорит, что у нас никаких доказательств к этому нет, что все наши доказательства, это наши родственники, что мы все в сговоре. Она мне написала, захлебнешься. Ну, я не знаю, что захлебнусь. Захлебнусь, наверное, доказывать или что, я не знаю. Чем захлебнусь, это надо у нее спросить. После этого она меня заблокировала. За публичное оскорбление вам грозит срок до трех лет. Теперь я с вами встречу в суде. Изморально я с вас возьму в разы больше. Вот так она написала. Они вообще не понимают даже горе людей. Им вообще просто, ну, не знаю, как сказать даже, пусть будет пофигу. Им пофигу вообще. Мне тоже там эти деньги нам, чтобы вернули. Мы хотели, чтобы нам захоронили хорошего мужа. В последний путь его проводить по-нормальному. Мне как, я даже не знаю, как это сказать, как получилось у нас. Как бомжи, мне кажется, так не хоронят, как меня мужа похоронили. Еще раз подчеркну, что родственники Анатолия Беляева видели алкоголь у могильщиков и чувствовали от них соответствующий запах. Сами сотрудники ритуальной компании свое пьянство отрицают и говорят, что все произошло случайно. Молодой человек, объясни, пожалуйста, почему бы я его мужа похоронил пьяным? Это было в пятницу, когда ты бросил дурак в могилу. Я не бросил его у вас. А чего ты сделал? Там планка у вас оторвалась. Мне надо. Ну чего ты врешь, что ты был, я не вина. Роман, почему вы бы сразу не обратились? Как бы подошли бы ему? Мы обратились. Как вы говорите, вы сказали, что я был пьяный. Вы бы подошли к продавцу. Мы обратились, ваш главный неизвест. Не буду я вас служить. Не буду, что ты по-другому тронешься. Почему вы пьяным вышли на работу, Роман? Вам не стыдно за свое поведение? Роман, вы не желаете извиниться перед родственниками? Не стыдно. Не хочешь извиниться, а? Я извинялся. Ты извини, когда ты перед нами извинялся? Скажи. На каком кладбище? Ты на кладбище нас видел вообще? Он знает, потому что он виноват, поэтому и бегает. Он знает, что он был пьяный. Он прекрасно все знает. Если бы он был не виноват, он бы не ушел. Ритуальная кампания «Вечная память». Несмотря на свои угрозы судом, все же решила возместить ущерб. По словам родственников, это были 2 250 зарплаты могильщика и 750 рублей за моральный вред. Лично общаться с семьей усопшего они отказались. Начальство. Нет. Выходите. Выходите, начальство. Я милицию вызову. Вызывайте, вызывайте. Мы хотим, чтобы вы вызвали милицию. Вызывайте. Куда вы собирались-то? Баб сейчас закроет, баб. Да откроем все, че. Ой, что ты? Выходите тогда. Какие деньги вы нам отдали? Никто никому. Я никому ничего не говорю. Как вы знали вообще, что у нас супер-человек? А как вы знали, что у нас супер-отец? Вы вперед, полиция. Вы вперед, как это? Вы приехали, а? Да еще на вас пришелся, на нас. Вам не стыдно вообще? Заходи. Одна. Вам не стыдно? Не стыдно? Не стыдно? Я ничего не знаю. Вы вообще понимаете, что за вашей дисплеевой работа? Почему у вас сотрудник работал? Я не хочу с вами разговаривать. Да что ты? Давай милицию, давай начальник, давай. Звоните директору. Мы с ним пообщаемся. Пожалуйста, звоните. Закрыл в туалет, убежал. И она сказала, что это не она. Это не она, Наталья. Это она, это она. А вот эта Наташа, которая... Которая начала угрожать. Да, которая угрожала. Моей маме, всем. Сказала, что мы деньги, они нам отдали. Что они нам деньги, обвинули, что в тот же день. В день похорона они как будто нам вернули деньги. Не стыдно? Не стыдно. А нам чего стыдиться? Нам чего стыдиться? Мы перевернули гроб. Мы перевернули или ваши работники, которые пьют. Вам не стыдно? Вы хотя бы извинения попросили. Вы начали торговаться. Две с половиной тысячи три я вам дам. Три с половиной дошли до четырех. Не стыдно? А если бы с вашим родственником там случилось? А? Бесстыдница! Кстати, с этой ритуальной кампанией мы вас уже знакомили. В ноябре 2019 года в Заволжье из-за своей оперативности они едва не свели в могилу двоих человек. Ритуальщики каким-то образом разузнали, что в местной больнице умер мужчина. Но из-за возникшей путаницы они подумали, что погиб 29-летний парень, который лежал там с небольшими проблемами сердца. Ритуальщики поторопились сообщить печальную новость матери якобы умершего. У той едва ли не инфаркт. Она, к счастью, догадалась позвонить сыну, а тот живой взял трубку. Когда узнал о случившемся, самому стало плохо. Теперь обе семьи намерены добиваться уголовных дел в отношении торопливых ритуальщиков или идти в суд.